Представьте себе вечер на работе. День прошел, как обычно, в этот самый момент, когда вы уже собираетесь уходить, ведь сегодня вы обещали провести этот вечер с родными. Раздается телефонный звонок, и вы узнаете, что сверхгорящий и очень важный проект поручен именно вам, детальное описание которого только что отправлено вам на почту. Внутри вас как будто все обрывается, и перед глазами пролетают и прошлые дни, и недели. Вы также не смогли пообщаться с друзьями, как договаривались. Вы также пропустили совместный просмотр с женой этого фильма, который давным-давно она хотела посмотреть. Вспомнилось и то, что ваш фитнес-тренажер давно встает нераспакованный, так как вы ни разу не смогли позаниматься на нем. Личная эффективность. В этот момент все ваши представления о вашей личной эффективности исчезают. Исчезает перед выполнением этого срочного, конечно же, проекта. Разве есть сейчас у вас время думать о важности, когда это так срочно? Разбираясь с руководителями подобные возникающиеся ситуации, мы совместно приходим к двум основным выводам. Первое. В жизни иногда случаются ситуации, причем срочные. И такие проекты тоже. Второе. Но большая часть дел, которые случаются внезапно, они раньше не были таковыми. Откладывая день за днем их на потом, руководитель тем самым поднимал их важность, поднимал их скорость, и рано или поздно они стали горящими. С каждым днем возрастая их срочность, они накрыли руководителя пожаром. Это вскрывает нежелание руководителей управлять своим временем. А в результате человеку приходится находиться каждый день у компьютера, постоянно буквально на связи, принося в жертву саму жизнь. Ведь в результате работы в таком ритме яркость и наполненность жизни снижаются. Из-за отсутствия в ней тех самых моментов, от которых обычный человек отказался в пользу этого горящего проекта. Лишив себя здесь в настоящем теплоты отношений, радости переживаний момента. А если их нет сейчас, значит их нет и в будущем. Вам не к чему будет вернуться в своей памяти, ведь воспоминаний тоже не будет. Вряд ли в преклонном возрасте вы будете вспоминать о том, как тушили пожары на работе. Три вопроса для эффективного руководителя. Все, что необходимо вам, как руководителю, чтобы возвращаться или вернуться, наконец-то, к счастливой, и наполненной яркими эмоциями жизни, это откровенно отвечать на простые вопросы. Прежде чем с головой занырнуть в любой проект, в любое письмо, совещание или встречу, задайте себе простые три вопроса. Первый. Это для меня важно. Второй. Принесет ли это пользу мне и моей команде? И третий. Принесет ли это реальную пользу моей компании? Ваша цель – научиться принимать осознанные решения о том, куда вы вкладываете свое время. Главный принцип выражен следующим смыслом. Вам нужно научиться делать то, что нужно, когда нужно, а не когда хочется. Причем осознанно, не ломая себя. Делать то, что сами решили, достигая результата активными действиями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова